Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 1000 лайков, поэтому обязательно ставь палец вверх и продолжай смотреть видео. Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня в видео мы с вами станем самым настоящим дальнобойщиком в Майнкрафте. И это все, потому что я установил замечательный мод, который добавляет просто охренительный грузовик дальнобойщика в Майнкрафте. Вы посмотрите, как он выглядит, у него даже фары работают. Я его уже собрал, уже сделал, и он у меня на ходу. Так, выглядит он очень-очень детализированно, немного в Майнкрафт стилистике, но, согласитесь, сделано все очень-очень четко. Вы просто посмотрите, как он снаружи офигенный, да и внутри он тоже не менее офигенный. Давайте попробуем... Ааа, черт! Застрял. Так, давайте зайдем туда, сейчас я включу креатив. Вот есть... Единственное, что меня немного парит, это то, что он сделан немножечко косо. То есть, понятное дело, это альфа-версия этого грузовика. Здесь еще не все доделано, и сейчас я вам покажу, как он внутри. На самом деле, тут можно ходить внутри, но дело в том, что, когда вы устанавливаете на него колеса, почему-то ходить перестает быть возможным, потому что вы тут начинаете... Оно так дергаться! Так, ну что ж, что хочется сказать. Значит, тут есть освещение, тут есть полочки, кровать, телек и даже... Даже титьки есть, вот. Чисто как настоящий дальнобойщик, микроволновка, раковина. Тут где-то есть толкан 100%, вот. Так, по поводу... По поводу кабины. У нас здесь лежит такая вот пушка. Да, пистолет лежит. Так, здесь у нас вот гудочек, лампочки, елочка висит и различные приборчики. Ну и коробка передач. Ну что ж, я вам скажу, что здесь реально работает коробка передач. Сейчас я вам расскажу, как здесь вообще чем управлять. Так, ну что ж, давайте мы вернемся в режим креатива и попробуем на нем покататься. Садимся на него и нажимаем Pay. Мы здесь видим вот Care Keyboard. И здесь мы видим все команды для как вообще управлять этим грузовиком. То есть, мод Cam Lock... Так, вот. Значит, это движение вперед-назад, лево-вправо. Это тормоз S. R это у нас повышение передачи. F это понижение передачи. Таким образом, вы можете включить заднюю и поехать назад. То есть, S у нас просто тормоз. Caps Lock это у нас сигнал. Z это запустить двигатель. И далее я вам тоже все расскажу. Так, ну под это включать фонарики. Так, Hood Mode, Stop Engine. Здесь у нас все, в принципе, то же самое. Давайте запустим двигатель. Нажимаем Z. Так, он у нас завелся. Я надеюсь, не слишком громко. Не слышно с моих наушников, как завелся этот грузовик. Так, и теперь мы можем с вами переключить коробку передач. А, она у меня стоит. Она у меня стоит уже. А, нет, она у меня не стояла. Так, вот смотрите. Вот это она на нейтрале стоит. Тут, наверное, не видно. Блин, я бы показал как-нибудь. Нажимаем R. И у нас включается первая передача. И мы можем на ней тронуться. Мы трогаемся. Слева у нас есть тахометр, который... Или как он? Тахометр, да? Да, тахометр. Так, вот вы видите, у нас предел первой передачи. Нажимаем еще раз R. У нас включается вторая передача. Еще раз R. Третья передача. Так, давайте лучше объедем эти препятствия. Можно включить режим от третьего лица. И выглядит все это дело вот так. Посмотрите, он реально едет. Колеса даже крутятся. Колеса поворачиваются. Это реально просто офигенно. Так, еще раз нажимаем. И у нас опять переключилась передача. Самое главное, следите за температурой. Если вы долго будете ехать на одной передаче, если она будет очень на высоких оборотах, то у вас перегреется движок. Так, ну... Я думаю, можно опять переключить передачу. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне очень удобно ехать. Кстати, этим грузовиком вы можете сносить препятствия и разносить, например, заворы. Ну, вот тут, наверное, видно, да, как я тут фонари посносил. Да, то есть таким образом можно нечаянно снести фонари. Это не очень приятно. Так, здесь у нас есть аэропорт. Там тупик. Я уже катался просто по этой карте. Ой, как там узко. Черт побери. Как там будет узко. И здесь мне надо как-то... Ну, в принципе, можно на нем поворачивать. Угол поворота у него достаточно хороший. Так, заглянем. Что у нас здесь еще? Мы уже на пятой, да, передаче. На пятой передаче можно сделать еще шестую. И он у нас еще быстрее разгонится. Пока что он едет, всего 150 км в час. К сожалению, быстрее на нем вы разогнаться не сможете. Так, скинем парочку передач, чтобы быстрее набрать разгон. Разгоняемся. И-и-и-и пошло, пошло, пошло. Вот тут, кстати, у нас есть дублеры наших приборов, которые вот у нас есть. Они вот здесь вот тоже отображены. И сейчас я их все расскажу вам, как вообще создать этот грузовик и как здесь еще добавлять. Так, мы уже едем, по-моему, на... Вот, все. На шестой передаче. Пошла скорость вверх. 50 км в час мы примерно едем на нашем грузовике. Да, медленно, да. Но вы посмотрите, как эффектно. Если мы нажимаем на нумпаде единичка, то у нас включаются эти огоньки. И выглядят они ночью очень эффектно. Давайте включим ночь. Time set night. И посмотрите, посмотрите, я врубаю их. Офигеть, просто он светится. Фары эти. Вообще все четко сделано. Не знаю, я считаю, что это потрясающе. Если вы зажмете, допустим, клавишу поворота, допустим, вот я зажму D и единичку. А, черт. Вот у меня, как видите, включился поворотник. Я застрял... А, я застрял и сломал колесо. Я сломал колесо. Ну, ничего страшного. Можно взять колесико и пойти его поставить обратно. Вот так вот. Оп. И у нас обратно поставилось наше колесо. Так, давайте залезем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, я съеду. Надеюсь, я съеду. Блин, я прям, прям по бетону. Прям по этому бетону днищем. Ой, фу, как неприятно. Я кажется, еще одно колесо, да, оторвал. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Мы их заново, если что, поставим. Там у меня, кстати, стоит еще один мой грузовик сломанный. Надо будет как-то его объехать. Так, давайте поскидываем передачу. Чтобы мы ехали так. Так-так-так-так. Все, в общем, все шикарно. Ездит все классно. По поводу поворотника. Вы можете включать поворотники. Например, зажимаете клавишу влево, нажимаете NUM1. И у вас включается левый поворотник. Тут даже поворотники есть. Можно включить правый. И тогда у вас будет аварийка. Или, вот, допустим, повыключать их таким же образом. Так, по поводу... Есть сигнал. Что еще забыл вам показать. Тут у нас сзади творится просто жесть сейчас на самом деле. У нас есть еще парковочный тормоз. Зажимаем правый SHIFT и S. И у нас включается парковочный тормоз. У нас открывается кабина. То есть можно посмотреть, что у нас с двигателем. Открываются двери и так далее. Но машина, к сожалению, так больше не едет. Закроем сейчас SHIFT-S. Вот, все. Закрылось. То есть, таким образом, вы можете открыть кабину. Так, дальше, что мы еще... Что я еще хотел вам показать. Правый SHIFT и Numpad 1. Должна сирена заработать, но что-то она не заработала. Ну, ничего страшного. Так, ну, поворотник я вам показал. Так, так, так. И в обычном режиме вы можете включить этот спидометр и так далее. Но если нажмете правый SHIFT и правый CTRL одновременно, у вас вылезет этот спидометр. Вот у меня датчик бензина еще. Но у меня стоит двигатель. Сейчас я вам все расскажу, как, в общем-то, этот грузовик создать. Так, в целом я вам все показал. И теперь мы с вами все-таки приступим к созданию этого замечательного транспорта. Так, давайте, наверное, найдем с вами дорогу попросторнее. Какую-нибудь подальше, чтобы я не встрял в этих узких улицах города. Я же думаю, это ж мегаполис все-таки. Я скачивал карту мегаполиса. И где-то здесь должны быть уже широкие дороги, по которым я могу проехаться. А не вот эти вот узенькие маленькие дорожки, по которым я еле-еле как проехал. Вот там вот есть какая-то парковка. В принципе, здесь мы можем с вами приступить к созданию нашего грузовика. Вот, вот здесь. Например, Time Set Day включим и приступим. Так, что нам потребуется? Для того, чтобы взять грузовик, нам, короче, нужно зайти в Креатив и уже здесь выбрать грузовик. К сожалению, я не знал, как это все дело скрафтить. Рецептов крафтинга пока нету. Даже Джейми не показывает, как что скрафтить. Но, в общем, у нас здесь есть несколько видов грузовиков, нескольких цветов. Вот красный и так далее. Короче, как Optimus Prime прям. Так, ну давайте мы, наверное, с вами возьмем какой-нибудь обычный цвет. Вот, например, давайте возьмем, вот, фиолетовый, да, или какой? Да, фиолетового цвета. Так, установим его. И вот так вот он у нас стоит просто. Пока же это грузовик без колес, без ступиц, вообще без всего. Это просто голый грузовик. Там даже в салоне ничего нету. И даже двигателя в нем нету. Давайте попробуем сесть в него. Ага, так. А, нельзя же, там уж сидения нет. Я протупил. Так, и далее нам необходимо взять колеса. Вот такие колеса, вот такие колеса. То есть у нас есть два вида колеса и два вида ступиц. Есть длинные ступицы, есть короткие ступицы. Короткие ступицы у нас ставятся наперед. Так, оба поставилась, как вы видели. И вот здесь поставилась. Теперь длинные ступицы у нас ставятся назад. Оп, 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 оп. Для того, чтобы наш грузовик ехал, нам необходимо хотя бы два колеса установить. Кстати, на двух колесах он даже ездит. Вот, затем нам необходимо установить колеса. Ставим сюда одно колесо. Сюда одно колесо. Так, ну давай как-то. Вот, отлично, поставилось. И здесь мы ставим другие колеса. То есть как бы мы их ставим на наружную, на наружную часть ступицы. Еще у нас есть внутренняя часть ступицы. Потому что, как вы знаете, у грузовиков сзади по два колеса на каждой оси, скажем так. И вот таким вот образом, видите, я установил вот уже по два колеса. Так, оп, оп, оп. Правой кнопкой мыши тыкаете и все устанавливается. Так, ну пожалуйста, установись. Попасть не могу. Все, отлично попал. И все у нас установилось. В плане колес наш грузовик готов. Осталось внутри его доделать. Тут у нас есть еще сидения. Вы их можете тоже взять и можно установить как два сидения, так и одно. Вот в прошлом грузовике у меня было одно сидение. Но мы с вами установим два для того, чтобы у нас был полноценный грузовик дальнобойщика. Потому что дальнобойщики один, одни не ездят. Также по поводу двигателя. У нас есть обычный двигатель. И есть еще двигатель креатива. Который не использует топливо. То есть топливо бесконечно. Поэтому мы возьмем его, потому что все равно эту ерунду нужно крафтить из креатива. И мы его возьмем сразу, чтобы вообще никак не париться. Хотя у нас есть тут вот заправка. Этот мод добавляет у нас. Но ладно, ничего страшного. Это вот в общем мод. Называется МТС мод. МТС не от слова. Сим-карта, короче, оператор мобильный. А именно вот, который добавляет нам вот такой различный транспорт. Но для этого мода вам необходимо установить МТС Heavy Industrial Pack. Который именно устанавливает вот этот вот грузовичок. Так, в целом все по наружке мы установили. Движок установили. Все это установили. Ага, я забыл вам кое-что показать. О том, как нам в общем-то настроить внутри предметы. Потому что их как таковых нету сейчас. Открываем наш грузовик гаечным ключом. И вот здесь вот у нас есть вот такие вот позиции. В которые мы можем установить. Например, вот смотрите. Можно установить вольтметр. Можно установить температуру в Цельсии. Температуру в Фаренгейтах мы не будем ставить. Потом датчик топлива. Потом давление. Бар или это в общем давление масла. Либо в барах, либо в паскалях. Но мы поставим с вами в барах. Так, спидометр. Вот есть блоки в секунду. Есть километры в час. Можно кстати блоки в секунду поставить. Для того, чтобы все было наглядно. Так, потом у нас есть спидометр. Километры в час пусть тоже будет. Так, мили час нам не нужен. И тахометр мы поставим. Поставим, поставим, поставим. Вот этот вот тахометр для дизельных автомобилей. Так, ну что ж. На этом все. Теперь мы можем закрыть наш грузовик. И сядем в него. И у нас появляется вся эта байда с вот этой ерундой, которую я только что устанавливал. Нажимаем Z. Все. Наш грузовик завелся. Поднимаем передачу на одну вверх. Ой. Вот, вот так вот. А, стоп, стоп. Нет. Вот так вот. Надо вниз на одну. И таким образом мы включаем задний ход. Так. Включаем переднюю передачу. И поехали. Все. Теперь таким образом мы включаем переднюю. И мы можем ехать на моем грузовичке. Ну что ж. Как вы видите. Грузовик можно создать буквально за считанные минуты. Конечно, если у вас есть креатив. Это большой минус. Но в целом выглядит все очень и очень четко. Ночью особенно это выглядит вообще офигенно. Как достопримечательность и как транспорт. Конечно, тоже выглядит эффектно. Но, к сожалению, не очень функционален. Потому что это огромная байда жрет кучу топлива. Но его никак нельзя загрузить. И никак нельзя использовать даже как дом. Потому что там жить нельзя. Это всего лишь декорация. Но как эффектный транспорт я считаю, что очень даже... Так, где-то у меня температура, да, зашкаливает. Сейчас я вам покажу, кстати, что бывает, когда зашкаливает температура. И что произойдет с нашим грузовиком. Ну, вот мы едем на нем. Едем, едем, едем. Ой, я вышел нечаянно. Я вышел из грузовика своего. Блин, левый шрифт, кстати, выходит из грузовика. Все, отлично, я сел обратно. Так, посмотрим, что у нас по температуре. Температура у нас уже 110. Можем, кстати, поставить на нейтралочку. Ага, нет. Все, на нейтралочку ставим, останавливаемся и жмем просто газ. Наш грузовик немножко казится. И, как видите, у нас растет температура двигателя. Он начинает уже дымиться. Так, дымится. Сейчас он задымится. Да, вот, пошел дымочек. Пошел дым. Все, наш двигатель уже перегрелся и уже дымится. И если так переусердствовать, то он у нас взорвется и наша машина больше никуда не поедет. Как только до критической точки у нас дойдет датчик температуры. Но если вы успеете сбросить температуру, то все будет шикарно и чики-пуки. Все, наш двигатель заглох и машина у нас, в общем, встала. Тут где-то у нас даже огонь загорелся, да. Ну что ж, вот такой вот замечательный мод на грузовик в Майнкрафте. Кому он понравился, обязательно ставьте лайки. Реально восхитительный мод, восхитительный грузовик. Но, к сожалению, его нельзя использовать как таковой. То есть для вида это просто шикарная вещь. Ну, в общем, на этом все. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте жирный палец вверх. Подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны. Ну, а на этом все. С вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока.